Новые жертвы тонкого льда в Нижегородской области. Страсть к рыбалке оказалась сильнее чувства самосохранения. В Балахнинском районе на озере Теплое утонул рыбак. 64-летний Игорь Медведев был рыбаком со стажем, поэтому в своих силах не сомневался. Но оказалось зря. Он провалился под лед и не смог выбраться самостоятельно. Даже вовремя подоспевшие прохожие не смогли спасти мужчину. На той стороне мужчина рыбачил, потом лед обломился, и он начал кричать «спасите, помогите». Увидели в том районе, болтухался кто-то. Ну, взяли веревку, побежали спасать. Пытался ему кинуть и сам провалился по шею. Вот подошел мой брат, кинул мне веревку, и я вылез как бы. Потом побежали к нему. Кромка льда-то тонкая, и пришлось ползком побывался к нему. Я ему крикнул, мужик, ты живой, короче? Он говорит, да, сквозь там был дыхание, я слышал. И все. Мы его вытащили, Саша его привязал. Прям возле края льда обвязал мужчину вокруг, рук получается, вокруг пояса. И как бы помогал, чтобы на лед его вытащить. А мы уже волком как бы его вытащили. На берег как бы пытались себя привезти. Начали делать искусственное дыхание, минут 10 они его откачивали. Потом уже с того берега крикнули, что человек уже все, признаков никаких не подает. Он долгое время в воде находился. Мне кажется, переохлаждение. Он не утонул, ничего. Сказал, что сердце не выдержало, и все. И сердечко не выдержало, испугался, говорит, сильно. Травманчик. Без рыбалки никуда. После этого случая людям все равно не имется. Вот, пожалуйста, вам живой пример. Ходит, рыбачит. Ничего, все равно не бояться. Что я вам могу сказать? Ну, такой же рыбак-дурак, как говорится, муж. Конечно. Вот мы вчера, позавчера вместе с ним видели, все. А вчера он поехал на Горьковское море на рыбалку. Я говорю, тебе это не хватило, что ли? Видел ты все прекрасно. Четыре раза тоже тонул он у меня, все, не спасает ничего. Говорит, вы ничего не понимаете. У нас азарт это. Мы рыбачим, все.